Или вот такие еще, возможно. В этом случае первая краевая задача, в этом случае вторая краевая задача, в этом случае третья, могут быть смешанные, то есть на одном конце условия первого рода, на другом условии второго рода, или наоборот, или это с этим может быть смешано. Но факт, что везде нулевые условия, так и задача заключается в том, чтобы найти такие лямбда, при котором существует нетривиальное решение вот этого уравнения, вот с такими вот, ну с какими-то этих условий. Ясно, да? Значит, задача на собственное значение для дифференциального оператора второго порядка задача Турман-Лювили. Задача на собственное значение для дифференциального оператора второго порядка. Ну, конкретно мы рассматриваем вот такой и с некими условиями на функции. При вот этих условиях на функции, ну, по крайней мере, для граничных условий вот такого вот типа, мы в прошлый раз показали, что однородное уравнение имеет только тривиальное решение, то есть, если вот это убрать, значит, существует функция Грина, и, соответственно, мы свели эту задачу к интегральному уравнению. Был такое, ровно этим закончилось, причем симметрическим ядром. Так, вот, итак, с помощью функции Грина вот эта задача Штурма-Лювили сводится к интегральному уравнению. Ну, и оттуда, ну, можно и оттуда, можно просто из свойства этого оператора следующее из свойства этих самых собственных значений извлечь. Значит, во-первых, оператор самосопряженный на множестве непрерывно дифференцируемых, дважды непрерывно дифференцируемых функций, удовлетворяющих вот каким-то этих условий, самосопряженный, так, соответственно, все собственные значения будут положительными, ну, кроме вот этой ситуации, вот здесь нулевое, собственно, значение есть еще, нулевое. Все остальные положительные. Вот. Здесь положительные в случае, когда определенным образом подобраны коэффициенты альфа и бета, то есть теоретически здесь мог быть и отрицательное, если просто альфа и бета произвольным образом накидать. Вот, но если определенным образом знаки их там согласовать, то, соответственно, тоже будут положительные. Ну, пока мы говорим про эту задачу, значит, вот для этой задачи строго положительное значение. Так, теперь собственных значений бесконечно много, то есть они образуют бесконечную последовательность, упорядоченную по возрастанию. Все собственные значения, естественно, действительные, поскольку оператор сам сопряженный. Значит, упорядоченные по возрастанию, единственная предельная точка — бесконечность. То есть λn образует бесконечную последовательность. Так, предельная точка бесконечность. Теперь, каждое лямбда простое. Ну вот, по крайней мере, в случае вот таких вот условий, как вот здесь вот написано, простое. Значит, бывает ситуация, когда более сложного типа условий граничные заданы. Там может быть больше, чем одна собственная функция отвечать каждому собственному значению. Вот, ну, по крайней мере, вот в этой ситуации каждому лямбда отвечает одно ли не независимое решение. То есть, каждое, собственно, значение имеет ранг единицы. Ранг единицы, так? Так, ну, собственно говоря, вот, наверное, свойства и все. Свойства все. Теперь вопрос, что же можно реально найти? Реально найти можно вот что. Вот теперь мы это чуть-чуть упростим, ситуацию. И будем рассматривать оператор вот такой вот. Y2-3-5, плюс лямбда Y равно 0. То есть, у нас в нашем случае P, это здесь на равное единице, положительное. Утаж здесь на равное нулю. Утаж здесь на равное нулю. Так, ну, и РО у нас тоже единица. Тоже единица в нашем случае. Так, теперь будем конкретизировать немножко вот A и B. Вот здесь будет навсегда 0 стоять. Ну, на самом деле, если у вас здесь вот A и B написаны, а не 0, то с помощью замены переменной можно всегда сдвинуть вот этот вот конец левый в 0. Это просто удобно для вычислений. Поэтому дальше, как говорится, не ограничивая общество, будем писать вот так. Всегда левый конец 0, правый конец, ну, какой-то L. Ну, понятно, что как из этого сделать от 0 до L? Просто X минус A сделать взамен за XI и все. X минус A за XI обозначить. У вас тогда здесь будет 0, а здесь будет B минус A, это будет L как раз. Ясно, да? Так, поэтому дальше мы считаем, что здесь вот нули. Вот, и вот тут я поставлю минус и буду считать все альфа и бета положительные. Что? А, ну да, здесь я просто вместо случайно написал 0, потому что здесь тоже должно быть L, конечно, да. Так, вот. Так, ну и там вот я расставил знаки определенным образом. Ну, так, чтобы вот, если вот знаки так поставлены и альфа и бета положительные, то, соответственно, вот для этой задачи здесь все собственные значения положительные, здесь тоже все собственные значения положительные. Альфа и бета и т. Она, в данном случае, больше 0, а вот здесь минус стоит. Так, вот здесь вот, в этой задаче одно, собственно, значение нулевое, остальные все положительные, вот в этой задаче. Так, ну, давайте какую-нибудь вот, давайте вот эту ситуацию как раз рассмотрим. Рассмотрим эту ситуацию. То есть, ваша задача, на самом деле, в данном, в этом семестре решать. То есть, на экзамене от вас будет требоваться, ну, все-таки процесс, как получить собственные значения и собственные функции. Вот, сегодня, кстати, на тесте тоже будет там задача, что мы любили, между прочим, в разделе интеграционного уравнения. Вот, а дальше, к концу семестра, вы должны просто выучить ответ, ответ, как минимум, для четырех случаев. Вот для этого, для этого, а также вот, вот таких вот. То есть, четыре случая вы должны просто выписывать сразу ответ. Ясно, да? Вот, в ваших интересах это сделать, потому что дальше, в следующем семестре, будет курс методов математической физики, там, где некоторые задачи решаются путем разделения переменных. И вот, когда вы это разделение переменных делаете, у вас задача штурма Левиле будет многократно возникать. Многократно. Если вы будете каждый раз решать, вот так, как мы будем решать сейчас, вы ни одной задачи не решите, конечно. То есть, нам нужно просто писать ответ. Так, ну, ладно. Итак, эта задача разобрана в учебнике подробно, я пропускаю. Давайте мы сейчас вот такую оставим. Такую ситуацию оставим. Так, итак, вот задача такая. Найти собственное значение собственной функции. Вот такое, значит, штурма Левиле. Так, ну, естественно, уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами в ФСР все могут написать, надеюсь, правильно? Но проблема стоит в том, что непонятно, как вы написать. Потому что, если лямда положительная, то что будет тогда в качестве ответа? Общее решение вот этого уравнения, какое будет? Значит, у будет равно С1 синус корень из лямбда икс плюс С2 косинус корень из лямбда икс. Если же у нас лямбда равно нулю, то что будет в качестве ФСР у нас? Там, значит, будет там константы икс, поэтому будет С1 икс плюс С2. Ну, а если лямбда меньше нуля, что-то да будет. Ну, да, возможно, варианты такие. У равно С1 е в степени корень из модуль лямбда икс плюс С2 е в степени минус корень из модуль лямбда на икс. Ну, или иногда удобнее так. У равно С1 гиперболический синус корень из лямбда икс плюс С2 гиперболический косинус корень из лямбда на икс. Иногда это удобнее. Ну, или, может быть, еще какие-то более сложные комбинации вот этих же экспонентов. Вот только здесь вот модуль лямбда. Здесь модуль лямбда будет сейчас состоять так. Значит, если лямбда отрицательная, то... Поэтому... Ну, можно, конечно, все три случая пересмотреть и убедиться, что, например, вот в этой ситуации просто нет решения удовлетворяющих вот этим условием. Вот, но мы сделаем не так. Давайте мы просто докажем заранее. Заранее докажем, что этот случай не годится совсем. И третий рассматривать не будем. Так, а именно давайте докажем следующим образом. Вот возьмем это уравнение. Вот это сотрудничает, ясно. Значит, вот это уравнение берем. Y у нас не тождественная ноль. Это просто по определению собственной функции. Это нетривиальное решение вот этого уравнения. Поэтому Y не тождественная ноль. Значит, делаем следующее. Умножаем. Вот это вот. Умножаем на Y. Интегрируем от нуля до L. Ну, в общем, в случае с там A и B, то то же самое. Можете от А до B проинтегрировать. Так. Вот. Ну, это, конечно, ноль, потому что вот это вот равно нулю. Так, первое слагаемое, естественно, по частям. Что получим, когда первое слагаемое по частям проинтегрируемое? Получим Y на Y штрих. Установка от нуля до L. Так. Минус интеграла от нуля до L Y штрих в квадрате dx. плюс лямбда интеграла от нуля до L Y в квадрате dx. Ну, это нулю равно. Так. Теперь вот это вот у нас тоже ноль. Причем не только в этой ситуации. А если у нас какие-то условия произвольным образом перемешаны эти с этими, всегда будет там ноль в этой постановке. Потому что у вас либо функция на одном конце обращается в ноль, либо производная. То есть и в этой ситуации, и в этой ситуации, и в любой комбинации этих условий у вас вот эта подстановка обращается в ноль. Так, поэтому, соответственно, ее выбрасываем. Потому что в нашем случае производная нулю равна на этих концах. Так. Теперь вот с этим вот интегралом что делать? Да, вот это ясно, что это больше нуля. Потому что тут Y у нас не тождественная ноль. Но раз так, то интеграл может быть только положительным. Потому что там квадрат стоит. И если уж она хотя бы в одной точке отлична от нуля, значит, если окрестность, она отлична от нуля, значит, интеграл будет строго положительным. Вот с этим интегралом ситуация несколько сложнее. Минус пока я не учитываю, без минуса. Значит, интеграл, вообще говоря, больше ли брайон нуля. Больше ли брайон нуля. Вот. Но возможны две ситуации. Пункт А равен нулю. Это означает, что Y' тождественная ноль, Y равно константа. Так. Это, в принципе, нас в данной ситуации устраивает. устраивает. Потому что у нас производные. Производные здесь обращаются в ноль, а не функции. Поэтому, соответственно, теоретически возможна ситуация, когда ноль. Вот. Поэтому, ну, пункт B положительный, тогда это означает, что... Ну, неважно тут положительный, либо ноль положительный, в данном случае ноль возможен. Ясно, да? Ноль возможен в данном случае. Потому что, если Y' 0, то Y константа. А у нас там производные, а не функции на концах заданы. Поэтому ситуация с лямбда равна нулю возможна. Ну, все. Вот, пожалуйста, отсюда видно, что теперь, если мы это перенесем туда, лямбда на интеграл от нуля до L, Y' в квадрате, Y' в квадрате DX, равно интеграл от нуля до L, Y' в квадрате DX. Это больше ли брайон нуля, это строго больше нуля. Ну, отсюда следует, что лямбда больше, чем равна нуля. Лямбда больше, чем равна нуля, так? Ну, все, значит, нам нужно и обе ситуации предусмотреть. Третья, третий нас не интересует. Отрицательных лямбды быть не может. Вот мы это сейчас увидели, что отрицательных лямбды быть не может. Так, итак, всем ясно, что это сделано, да? Надеюсь. Что-то вы как-то с удивлением смотрите, как на алюзиониста. Все ясно, куда что делалось? Так, ну ладно, значит, так. Поэтому два варианта рассматриваем здесь. Так, давайте первая ситуация. Первая ситуация. Лямбда равно нулю. Я лямбда 0, напишу его. Лямбда 0. Это означает, что Y равно C1X плюс C2. Удовлетворяем двум условиям. Эти два условия нам дают. Нам дают, что C1 равно нулю. А C2 остается в производстве. Так, поэтому лямбда 0, равная нулю, ему отвечает собственная функция. Y0, равная, ну, например, единица. Вообще говоря, любую константу можно написать, потому что собственная функция, естественно, всегда определяется точность и константа. Поэтому любую константу можно написать. Ну, например, единица. Так, ну и еще один параметр, который интересует, когда решается задача, то есть интересует собственное значение, собственная функция. Так, и еще квадрат нормы собственной функции. Квадрат нормы собственной функции. Ну, норма считается в пространстве H0L, в данном случае. Так, так вот, норма Y0 в квадрате, это есть интеграл от 0 до L, Y0 в квадрате до X, в данном случае это будет L. Вот зачем нужен квадрат нормы, ну, там потом, чуть позже, возможно, станет ясно. Вот, но может не сегодня, а в следующий раз. Так, итак, то есть, ну, обычно предъявляют это и это, а вот это в следующем семестре вам точно потребуется. Квадрат нормы. То есть, сейчас ваша задача научиться находить хотя бы это. Потому что квадрат нормы, естественно, вычисляется путем взятия интеграла, там ничего сложного нет. Так, и так дальше, вторая ситуация. Если лямбда положительная, то у нас Y, это будет C1 синус, корень из лямбды, X, плюс C2 косинус, корень из лямбды, X. Так, удовлетворяем условию. Давайте Y' напишем, чтобы нам тут ничего не потерять. Y' это будет что у нас такое? Это будет C1, корень из лямбды, косинус, корень из лямбды, X, минус C2, корень из лямбды, X. Синус корень из лямбды, X. Так, удовлетворяем условиям. Y' от нуля равно нулю. Что это нам дает нам? Это нам дает, что это выпадает. Косинус единица. C1, корень из лямбды, равно нулю. Но это не ноль, поскольку лямбда больше нуля у нас сейчас. Значит, поэтому получается, что C1 равно нулю. Так. Ну и дальше Y' от L равно нулю. Так, ну C1 равно нулю, поэтому это сразу выкинем, чтобы не мешалось. Так, что это нам даст? Это нам даст следующее. C2, корень из лямбды, синус, корень из лямбды, L, равно нулю. Так, вот это у нас не ноль. Но C2 мы тоже не можем положить равно нулю, потому что если у нас C1 и C2 ноль, то у нас получится функция, тоже здесь, равная нулю. Это нас не устраивает, мы должны искать нетривиальное решение. Поэтому это тоже не ноль. Но и остается вот это вот уравнение, которое, собственно, и определяет собственное значение. Значит, а именно корень из лямбды L равно Pn, лямбда n равняется P. Ну здесь n целое пока, но потом, когда мы лямбда n найдем, то получаем Pn делить на L в квадрате, и вот тут уже n, 1, 2, 3 и так далее. Ноль не годится, потому что лямбда у нас положительная, ну а тут отрицательный или положительный n, разницы нет, там квадрат стоит, поэтому берем только положительное. Так, поэтому вот набор собственных значений. Итак, лямбда n нулевое, собственно, значение ему отвечает собственной функции константы, дальше лямбда n равная Pn делить на L в квадрате, ему отвечают собственные функции yn от x, которые будут где у нас? Так, у нас там что-то 1 было равно 0, да, поэтому этого нет, поэтому получается косинус корень из лямбда n на x, ну то есть косинус Pn делить на L в квадрате. То есть вот собственные функции. Собственные функции такие или еще на константы? Ну, я как раз этим и продолжаю. То есть вы можете любить, собственные функции я нашел одну, линейная независима одна, а все остальные, если вы на константу умножите, они будут линейной зависимы с этой. Поэтому если вам нужно все множество собственных функций, конечно, нажать на константу, и c на этот косинус. А на самом деле нужна вам не все множество, как правило, бывает, а нужна нормированная собственная функция. Поэтому считаем квадрат нормы этой собственной функции. Потому что для дальнейших действий обычно нужна нормированная собственная функция. То есть реально конкретная. Поэтому считаем квадрат нормы. Норма yn в квадрате, это есть интеграл от 0 до L, косинус Pn делить на L в квадрате x. dx. Так, кто может рассказать ответ, какой будет? Хорошо, кто не может, хотя бы скажите, как такой интеграл посчитать. Значит, такой интеграл считается как? Через двойной аргумент все расписывается, так? Значит, будет это 1,2, единица плюс косинус 2πn делить на L. Переобразно считаем, косинус превращается в синус. Постановочку делаем, синус уходит. И ответ L пополам. Так, кто не понял, почему это так, посчитайте дома сами. Интеграл аккуратно. Еще раз, квадрат косинус расписывается через двойной аргумент. 1,2, единица плюс косинус 2πn делить на Lx. Так, интегрируем. 1,2 дает L пополам, а первообразный косинус и синус подстановка даст 0. Ясно, да? Так, ну вообще-то запомните просто интеграл чистого косинуса и чистого синуса в квадрат возведенного по отрезку от 0 до Y. Половинный отрезок всегда. Всегда. То есть, как бы ни считали, у вас будет сюда так. Вот. Так, ну ладно. Итак. Значит, у нас получилось что? У нас получилось вот такие собственные значения, и мы отвечаем собственные функции. В принципе, это, собственно, значение можно сюда включить. Сюда включить. Пронумерал просто-напросто от 0, а не от 1. От 1. Вот. Но я его написал специально отдельно. Почему? Потому что квадрат нормы другой. То есть, когда вы будете, если вы будете делать разложение по собственным функциям, на основании теоремы Стеклова, то, что требуется в следующем семестре, то там участвует квадрат нормы в разложении. Вот. Так вот, квадрат нормы здесь L, а там L пополам. До всех остальных. Так, ну ладно. Итак, вот. Ну, а дальше вы что должны сделать? Посмотрев на эту задачу, тут же написать этот ответ. Вот. Ваш интерес когда-то запомнить? Так, как запомнить, сейчас схожу. Так, теперь давайте сейчас еще одну задачу посмотрим. Вот такую. Здесь штрих. Здесь штрих, а в нуле функции заодно. Так, и так, та же самая ситуация. Найти собственное значение собственной функции. Так, ну опять. Готового доказательства того, что вся лямбда положительная у нас нет. Готового доказательства у нас нет. Так. Готовое доказательство есть для случая, когда у нас здесь нет штриха. Оно в учебнике сделано. Для вот этого случая готового доказательства нет. Поэтому у вас тут опять три варианта. Либо все три случая пересмотреть. Лямбда отрицательная, нулевое или положительная. Вот. Или доказать, что это таки лямбда положительная, ну или там не отрицательная. Так. Итак, делаем то же самое, что было здесь, а поэтому специально это не стер. Вот. Делаем то же самое. Так. Но эта выкладка никак не меняется. Это опять ноль. Почему ноль? Потому что в точке L у нас что там? Производная обратилась в ноль, а в точке ноль функция обратилась в ноль. Поэтому эта постановочка опять нулю равна. Так. Здесь ничего нового нету. Так. Теперь вот этот интеграл. Вот случай А в данном случае невозможен. Почему? Потому что если у вас интеграл обратился в ноль, то Y штрих сождественной ноль, значит Y константа. Но вот из-за вот этого условия она может быть только нулевой константой. Из-за вот этого условия. Ясно, да? Но это нас не устраивает. Нулевая константа нам не годится. У нас обязательно здесь вот нетриверное решение. Поэтому в данной ситуации это невозможно. Но и осталось только вот это. Ну а дальше понятно, что опять если мы напишем это дело вот так. Лямбда интеграл от А до В Y в квадрате ДХ равно интеграл от А до В. В нашем случае от нуля до Л. От нуля до Л в нашем случае. Нуля до Л. Y штрих в квадрате ДХ. Поскольку это строго положительное, это тоже строго положительное. Но отсюда следует, что лямбда строго положительная. Так, то есть сейчас вот в случае А нас не годится нам. Всем понятно, в чем он попадает, да? Вот из-за первого условия. В случае только реализуется, когда функция константа, а в нашем случае она, если константа, только нулевая может быть. В предыдущем случае кодил, потому что она была производная, и там в принципе константа могла оказаться не нулевой. Так, и так, значит, теперь в данной ситуации мы можем сразу смело написать ответ. Y равняется C1 синус корень из лямбды Х плюс C2 косинус корень из лямбды Х. Что получаем дальше? Давайте здесь еще производная напишем, чтобы вот это условие удовлетворять. Производная у нас будет, соответственно, Y' это будет C1 корень из лямбды косинус корень из лямбды Х плюс, а не плюс, а минус, C2 корень из лямбды синус корень из лямбды на Х. Так, вот, Y от 0 равно 0, что это нам дает? Это пропадает, косинус единица, значит, C2 равно 0 получается. Сразу выбрасываем, чтобы не мешалось. Так, ну, Y' от L равно 0, это нам дает следующее. C1 корень из лямбды косинус корень из лямбды L равно 0. Но вот это у нас не 0, это у нас тоже не 0, потому что одновременно C1 и C2 в 0 обратиться не могут, иначе получим только тривярное решение, правильно? Вот, поэтому остается вот это уравнение, которое теперь лямбда определяет. Вот это уравнение, определяющее лямбда, остается. Так, какой ответ? Корень из лямбда на L равно, что там будет-то? И пип-полам плюс пиен, правильно? Вот, ну, я напишу минус пип-полам. Это тоже можно так сделать. Можешь писать плюс, это абсолютно все равно. Я напишу минус. То же самое множество, правильно получается? Только другой точка отсчитанная. Вот, N пока целая. Вот. А вот здесь вот будет тогда лямбда N, это будет вот что такое. Это будет И делить на 2L. И делить на 2L. 2N минус 1 в квадрате. И так, и все в квадрате. И пип-полам вынесли вот так получилось. Так, и вот тут теперь N, 1, 2, 3 и так далее. От единицы номеруем. Если вы написали там плюс, вам пришлось номеровать от нуля. Тогда, потому что здесь если был бы плюс, то при N равном нулю получалось бы единица. А при всех положительных, то были бы другие. Ну, большой разницы нет, но от нуля номеровать или от единицы. Мне приятно от единицы, поэтому написал минус. Никакого глубокого смысла в том минусе, который там поставлен, нет. Ясно, да? Просто мне приятно от единицы номеровать, а не от нуля. Так, ну вот. Можно поставить плюс, а только нумерация будет от нуля здесь. Так, вот собственное значение. Соответственно, им отвечающие собственные функции. YN откуда берется? Вот отсюда. Вот отсюда. Синус. Корень из лямбда N на X. Ну, соответственно, корень из лямбда N берется вот отсюда вот. Там просто места нет, поэтому не пишу. Там уже не просто какой-то лямбда, а конкретно лямбда найденная там стоит. Ясно, да? То есть здесь на этом месте что будет написано? Пи делить на 2L 2N минус единица X. Вот там будет. Ясно, да? Так, вот. Ну и квадрат нормы собственной функции. Опять можете посчитать или пополам получится. Норма YN в квадрате. Можете вычислить. Переполам будет. Так. Вот. Так вот. В четырех ситуациях, которые возможны, два раза функция, два раза производная, один раз функция, один раз производная. Значит, алгоритм запоминания очень простой. Значит, если у вас одинаковый тип ограничного условия, одинаковый тип ограничного условия, то собственное значение будет вот такое вот. Неважно. Первая ситуация или вторая имеет место. Вот. А если у вас разного типа ограничного условия, то собственное значение будет вот такое. То есть если у вас тут вот функция, а тут производная, или тут функция, а тут производная, а тут функция, то значение будет вот такое. Вот. Теперь какая будет собственная функция? А собственная функция определяется вот по вот этому условию. Если в нуле функция задана, то собственная функция будет синус. Если же в нуле производная, то собственная функция будет косинус. То есть вариантов тут два. Либо синус, корень из лямбда n, x, y, n, либо y, n, косинус, корень из лямбда n, x. Это будет в каком случае? Это будет вот в этом случае. Ну, а это вот в этом. Мы уже это получали. Но там, правда, единственное, что нужно иметь в виду, что там кроме косинуса еще и единичка. Там была константа тоже. Вот в этой ситуации. Ну, а, соответственно, если у вас вот границы условия разного, разного типа, то тоже либо синус, либо косинус, либо синус, либо косинус, опять определяется тем, что стоит вот здесь вот в нуле. Если в нуле задана функция, то вот синус. Если будет вот такая ситуация, то собственное значение будет точно такое же, а вот на этом месте будет просто косинус стоять. Так, ясно, да? Вот, поэтому все четыре случая дома проделать. То есть задача, вот эту задачу, вот с такими условиями, с такими мы разобрали. Теперь вот с таким, с такой комбинацией условий мы разобрали. Осталась вот такая комбинация условий. Проделась. Ясно, да? И убедиться, что то, что я сказал, оно действительно выполняется. Так, все ясно, да? Так, проделать это еще в ваших интересах. Так, кроме того, еще одна задача вот такая возникает, вот с такими условиями. Y от нуля равно Y от L, Y штрих от нуля равно Y штрих от L. Вот такая еще задача возможна. С периодическими условиями. Вот эта ситуация разобрана в книге подробно. Книга по интегральным равниваниям с задачами. Поэтому я ее разбирать не буду, прочитайте сами. Но начало второе. В ваших интересах к концу семестра не находить, а выписывать собственные функции для вот этого уравнения с любым набором из этих условий. То есть четыре набора здесь, все понимают, четыре набора, правильно? Два, три, четыре. И пятая вот эта. Вот эти задачи просто в следующем семестре будут встречаться постоянно. Если вы не будете помнить, будет плохо. Так, ясно, да? Так, ну ладно. Но это простая ситуация совсем, поэтому тут даже особо и решать-то нечего. Тут все ответы фактически известны. Поэтому давайте мы сейчас более сложную ситуацию еще посмотрим. Вот такая будет задача. Игрек от нуля равна нулю. Игрек штрих от нуля. От л. Минус у от л. Давайте даже здесь какую-нибудь константу аж поставим, половую к нему. Давайте, ладно, давайте пока не будем вам это самое загрумождать. Давайте просто h равна единице пока будет. Дома вам задача такая. Поставить за положительную константу аж вот на это место и сделать задачу ту же самую, только с константой аж вот здесь. Ясно, да? Вот дома сделал такую. Аж положительная. А сейчас, чтобы нам тут доску не загрумождать, мы положим просто h равно единице и проделываем немножко более простую ситуацию, потому что с точки зрения идеологии ничего не меняется, выкладка проще будет. Так, ясно, да? Значит так. Найти собственные значения, собственные функции. Вот такой вот задача штурмолюрии. Вот такой вот. В нуле условия первого рода, а в точке... Так, сейчас только я соображу, наверное, все-таки должен быть плюс. Давайте здесь плюс поставим. Да, плюс. Плюс. Здесь будет плюс. Иначе у нас не получится положительных, собственно, значений. Хотелось бы, чтобы лишнего не делать, чтобы были положительные. Здесь поставим плюс. Так. То есть еще раз, дома проделать то же самое, только здесь вот поставить на место вот этой единички, поставить произвольную положительную постоянную аж. Ясно, да? Так, итак. Что делаем? Ну, опять у нас два выхода есть. Либо три случая знака лямбда рассматривать, чтобы ФСР выписывать правильно. Либо доказать, что вот в такой ситуации лямбда будет только положительная. Почему я поставил плюс, чтобы можно было это доказать. Вот. Так. Ну, опять вот смотрим сюда, все то же самое. Значит, итак. Немножко только здесь нужно будет выкладку подправить на те раз. Вот теперь здесь вот сразу ноль написать нельзя, потому что у нас в точке L ни заданы ни функции, ни производные. Вот. Но в точке L теперь мы можем сделать следующее. значит, значит, у штрих от L, это есть минус у от L. Вот из-за вот этого условия. Так, поэтому получается следующее. минус у квадрата L, минус у от 0 на у штрих от 0. То есть на верхнем пределе вот это получится. Потому что я у штрих заменил вот через у. Дальше будет минус интеграл от 0 до L, Y штрих в квадрате dx, и плюс лямбда интеграл от 0 до L, Y в квадрате dx. И это 0. Так, вот это 0. За счет вот этого вот. За счет вот этого вот условия. Так, вот это вот. С этим интегралом опять такая ситуация, как уже было. Без знака минус пока я выберу. Пункт A равен 0. Это означает, что Y штрих от 10 и 0. Это означает, что Y константа. Ну, а вот это условие нам говорит, что оно, если константа, то нулевая. Поэтому, соответственно, в нашей ситуации это невозможно. Константа нулевая. Ну, то, соответственно, остается пункт B положительный интеграл. Другого тут быть не может. Так, вот этот интеграл всегда положительный. Поскольку Y не дождь 10 на 0. Ну, а вот это вот, естественно, больше ли мы равном 0. Ну, то, что больше 0 мы сказать не можем, но больше ли бы равно. То, что теоретически может быть Y от L и 0 равно. Вот, но теперь дальше получается следующее. Лямбда интеграл от 0 до L. Y в квадрате dx, это есть. Y в квадрате от L плюс интеграл от 0 до L. Y в штрих в квадрате dx. Это положительное. Это больше ли бы равно 0. Значит, все в целом положительное. Это положительное. Значит, отсюда следует, что лямбда больше 0. Так, лямбда больше 0. Ну, вот если будет здесь минус стоять, то теоретически возможно отрицательное. Лямбда, если будет минус. Поэтому я поставил плюс. Ну, обычно так и бывает. То есть, с точки зрения физики, на самом деле, обычно здесь плюс. Так, все ясно, что я сделал? Или нет? Кому не ясно? Могу еще раз произнести всю эту логическую схему? Вот для случаев периодической задачи, когда периодические условия, там вот пятые были. В книге там разобраны три случая, для разных лямбда написано свои ФСР. Вот не делайте так, а докажите, что тоже положительные. И рассматривайте только один случай. Ясно, да? Для периодических условий. Там, когда Y от 0 равно Y от 0, Y от 0 равно Y от 0 равно Y от 0. Докажите вот таким же образом, что положительные, собственно, значения. Ну, точнее говоря, не отрицательные. Там не удастся, конечно, положительные. Там нулевое останется. Нулевое останется там. Вот, для периодического случая. Так, ну ладно, в нашем случае положительные лямбды, правильно? Так, вопрос какие? Ну, давайте раз положительные. Лямбда больше нуля, поэтому отсюда получается, что Y от 1 синус, корень из лямбды X, плюс C2 косинус, корень из лямбды X. Давайте производная здесь тоже напишем, чтобы нам потом ее в уме не считать. С2 косинус, корень из лямбды X. Так, Y от 0 равно 0. Что нам дает? Так, это пропало. Косинус единицы, значит, C2 равно 0. Этого нет. Этого тоже сразу нет. Чтобы не мешалось. Так, ну и получаем следующее. Y штрих от L минус Y от L равно 0. Да, плюс. Плюс Y от L равно 0. Значит, что нам даст? Это нам даст следующее. Значит, будет минус. А, нет, плюс будет, значит, будет так. C1 корень из лямбды косинус, корень из лямбды L. И плюс тоже C1 синус, корень из лямбды L. Равно 0. Так, ну C1 точно не 0. Потому что если C1 и C2 0, то у нас получается только тривиальное решение. Поэтому C1 можно просто сократить. Так, и получается вот такое уравнение. Вот такое уравнение, которое... Ну, давайте мы запишем так. Тангенс корень из лямбды L равно минус корень из лямбды L. Так, то есть вот уравнение получилось, которое определяет собственное значение. Но его решить невозможно. В виде формул, содержащих известные вам функции и известные вам правила математических действий, выразить решение этого уравнения невозможно. Вот, но можно прикинуть, какие же будут лямбды. А именно, если изобразить график тангенса... Так, ну давайте так, значит... Сюда откладываем. Давайте мы запишем так. Корень из лямбды на L обозначим за T. За T. Тогда, соответственно, будет тангенс T равен минус T делить на L. Минус T делить на L будет это так. Вот. Ну и сюда вот отложу T. Соответственно, нарисую график тангенса. На несколько ветвей тангенса. Вот здесь вот будет у нас минус T пополам, здесь P пополам, 3-й пополам, 5-й пополам. Ну это T, условно. Так. Ну, соответственно, вот у нас... Следующий тангенса вот так у нас пойдет и так далее. Так, значит, вот тангенс нарисован. Ну, а это что такое? Это линейная функция с отрицательным коэффициентом. С отрицательным наклоном, правильно? То есть она примерно вот так. Вот. Но T у нас больше нуля, очевидно. Потому что L положительный, корень для лямбда тоже T больше нуля. Поэтому то, что делается там, нас не интересует совсем. И вот они. Эти решения. Видно, что их будет бесконечно много. Вот. Ну, что, собственно говоря, и было в общем случае для задачи, которую мы увидели, доказано. Бесконечная последовательность, возрастающая по модулю. Но найти их, к сожалению, точно нельзя. Чем больше номер, тем более точно вот эта вот конструкция будет, вот эта точка будет попадать вот в эти вот стенки. Чем ближе она к этим стенкам приближается. То есть некое симпатическое поведение этих собственных значений можно там как-то уловить. Вот. Ну, посмотрев на эту картинку. Вот. Но найти точно нельзя. Ну, в общем, вот поэтому так вот мы и оставляем. Так что лямбда n, это, соответственно, что такое? Это n-ый корень вот этого уравнения. То, что они есть, эти корни, то, что их бесконечно много, это абсолютно понятно. То есть вот эта точка такая. Это t1, который есть корень из лямбда 1 на i. Это t2, который есть корень из лямбда 2 на i. Ну, значит, лямбда 1, лямбда 2 здесь находится. Ну, и так далее. Так, то есть вот максимум, чем можем в этом случае сделать. То есть сказать, что просто вот лямбда n это решение вот этого уравнения. Ну, пронумеруем их, начиная с единички. Ну, а, соответственно, какая будет собственная функция, отвечающая этому лямбда n? Так, y-канная будет какая? Ну, я уж вам сказал, как это определить. Если здесь вот заодно функция равная 0, ну, синус, конечно, будет. Что тут думать-то? Значит, y-канная это будет синус корень из лямбда n-ая x. Но вот тут уже лямбда n-ая точно нам неизвестно. И вот теперь для того, чтобы полностью задачу, полный набор, скажем так, результатов этой задачи получить, то есть у нас есть собственное значение, собственная функция, не хватает еще вот этого вот нам, который есть интеграл от 0 до l, y-канная в квадрате dx, то есть интеграл от 0 до l, синус корень из лямбда n-ая x dx. Вот тут уже не будет, к сожалению, к сожалению, не будет l пополам нормы, не будет l пополам, потому что там лямбда n-ая у нас такие довольно кривые получились. Вот. Ну, вот вам 5 минут на то, чтобы посчитать этот интеграл. Значит, интеграл принято оставлять так, вот в этих всех задачах, когда вы квадратнормы считаете, то есть там не должно быть тригометрических функций. То есть там могут оставаться лямбды, может оставаться l, но вот если бы здесь был параметр h, то он тоже мог бы остаться в норме, потому что это просто заданный параметр. Вот. А лямбда, ну это, мы его нашли, лямбда эти. Так? Вот. Но тригометрических функций быть не должно в ответе. Поэтому, соответственно, вот подумайте, как с этим расправиться интегралом. Как с этим интегралом расправиться, и что получится. Пять минут вам перерыв. Удивитворяет вот такому соотношению. Поскольку мы его нашли из этого уравнения, то лямбда n удивитворяет в этом соотношении. Так, ну а дальше делаем следующий фокус. Значит, это есть 1,2 интеграла от 0 до l, единица минус осинус 2 корня из лямбда n на x dx. Так, значит, 1,2 дает нам им пополам. А вот здесь будет минус единица на 4 корня из лямбда n, синус 2 корня из лямбда n на x. Подстановка от 0 до l. Вот, но этот синус я напишу следующим образом. У меня просто тут не помещается немного. Я вот его по этому здесь сотру. Напишу так. 2 синус корень из лямбда n на x на косинус. Корень из лямбда n на x. Хотя давайте, значит, давайте пока оставим, как есть. На следующем шаге это сделаем. Синус 2 корня из лямбда n на x. Так, делаем постановку сначала, потом на следующем шаге сделаем то, что надо. Значит, равно получается l пополам минус единицу делить на 4 корня из лямбда n. А здесь будет 2 синуса корня из лямбда n на x. Косинус корень из лямбда n на x. Ну, в 0 очевидно 0. Значит, здесь, когда l подставили, и синус двойного аргумента расписали. Соответственно, здесь вот четверочка сокращается, здесь будет двойка внизу. Так, вот. А вот эту конструкцию мы сделаем так. поделим на косинус корень из лямбда n на x и умножим на косинус. Вот так. Поделим, умножим на косинус. Здесь что образовалось? Тангенс и деленный на корень из лямбда n. Чему это равно? То есть мы тангенс поделим на это. Минус единицы получится. То есть вот эта вот комбинация, которая здесь вот образовалась. Вот эта. Вот эта комбинация, она равна просто минус единице. Поэтому получается l пополам плюс единица на 2 корня из лямбда n. Ну, а косинус квадрат, косинус квадрат у нас здесь теперь, видите, косинус квадрат, мы его, естественно, через тангенс опять выразим. Единица делить на тангенс квадрат корень из лямбда n l плюс 1. Это известная формула школьного учебника. А, ну да, нет его, правильно, да, здесь просто 1 вторая остается. Ушло, да, нету. Ушло, нету, да, 1 вторая просто остается. Так, ну а тангенс откуда взять? А тангенс, вот он. Ну, поскольку он в квадрате, здесь будет лямбда n написано. Значит, поэтому окончательный ответ, l пополам плюс 1 вторая единица делить на единица плюс лямбда n. Так, ну вот, ль пополам не получилось, чуть-чуть получилось немножко другое. Но чем больше лямбда, тем ближе к лямбда, получается, видите? Чем больше лямбда, тем ближе к лямбда. Норма. Так, ну вот. Значит, и так. Вообще говоря, результатом решения задачи штурмы Ливили является следующее. Собственное значение, собственная функция и квадрат нормы собственной функции. Ну, в данном семестре от вас на экзамене будет требоваться только собственное значение и собственная функция. Квадрат нормы не будет требоваться. Но в следующем семестре будет обязательно, потому что все это, зачем это нужно, вся вот эта вот, все, что мы здесь с задачей штурмы Ливили сделали. Вот, на самом деле, есть такая теорема, которая называется теорема Стеклова, которая говорит следующее. Ну, вот, давайте в общем случае, сейчас задачу еще раз напишу, в общем случае. L, Y, плюс лям, дарву, от X, Y, равно 0, и плюс краевые условия. Ну, какие-то, нулевые. Какие-то нулевые. Ну, либо функция равна нулю, там, в точке А и в точке Б, либо производная, либо какая-то комбинация там, либо еще что-то. Вот, ну, в общем, нулевые условия обязательно. Так, итак, мы вот эту задачу решили. Получили лямбда n-ая, Y-н-ая, набор собственных значений, собственных функций. Соответственно, я штурмулю. То, что это, в общем, в случае, ну, при определенных условиях, вот, хотя бы, тех на функции существует, это мы, это было доказано. Так, итак, дальше есть такая теорема, что если функция f от x является дваждой непреременно дифференцируемой на отрезке АВ, дваждой непреременно дифференцируемой на отрезке АВ, удовлетворяет вот краевым условиям, ну, неважно каким, они могут быть нулевые на функцию на концах, на производную, или какая-то комбинация, но вот f от x удовлетворяет краевым условиям, вот тем, которое написано вот здесь. Тем, которое написано вот здесь. Так, то тогда эта функция f от x может быть представлена в виде ряда fn, yn от x В виде ряда по собственным функциям задача Турмоли Уилля Причем этот ряд сходится, во-первых, абсолютно, во-вторых, равномерно на отрезке АВ Вот, где вот эти коэффициенты вычитаются по следующей формуле Как правильно это есть? Единитель на квадрат нормы y, n, интеграл от А до Б f от x на y от x до x А, и еще вот здесь вот еще ρ от x должно быть ρ от x до x Так, а квадрат норм вычитывается так Это y, n в квадрате, это есть интеграл от А до Б, y, n в квадрате от x на ρ от x до x ρ от вот эта вот функция, которая вот здесь стоит Ну, у нас в тех задачах, которые мы сейчас решали, там ρ равно единице Поэтому тут это обычный квадрат нормы Поэтому мы там писали квадрат нормы без всякого ρ, потому что у нас ρ было равно единице Ясно, да? Так, так вот, значит, вот такая теорема, что Соответственно, функция f от x, удовлетворяющая, дважды и примерно дифференцируют, удовлетворяющие кривым условиям Может быть представлена в виде ряда по собственным функциям задачи, которые мы любили Какой? Вот такой, вот с теми же условиями, которым удовлетворяет функция f То есть, если функция f обращается в ноль на концах, то здесь должны быть два нулевых условия на концах Если производная функция f обращается в ноль на концах, то здесь должна быть производная на концах обращаться в ноль То есть условия вот эти вот, они повторяют те, которые на функции f наложены Ясно, да? То есть каждый раз набор собственных функций разный В зависимости от того, какие условия на функции f наложены в точках а и b Так, итак, функция дважды, например, дифференцирован Удовлетворяет условиям, нулевым условиям на концах Нулевы функции, либо произвоны, либо еще какие-то Тогда может быть разложено в ряд по собственным функциям Задача Турмалева или какой Вот конкретно вот этой Где вот эти условия, они те же самые, которые были наложены на функцию f Так, коэффициенты вычисляются по этим формулам Вот в учебнике там вот этого нет Квадратной нормы Потому что там в учебнике доказано для случая, когда вот эти собственные функции уже нормированы То есть там в учебнике в качестве собственных функций используются другие И n, которые будет yn, делить на норму yn Поэтому в этом случае вот здесь вот ничего не будет стоять Не удивляйтесь, что там нормы этой нету Вот, но обычно удобно считать не нормированную функцию, а удобно считать, как раз, коэффициенты именно по вот этой формуле Почему квадрат нормы, собственно говоря, и возникает Почему квадрат нормы и возникает И возникает необходимость его вычислять Потому что он участвует в этом разложении Так, еще раз повторяю, что в учебнике доказано, в процессе доказательства Там были получены нормированные собственные функции Поэтому в разложении в теореме стекло вот этого множителя нет Потому что собственные функции уже были нормированы То есть вот это была единица Вот, поэтому там этого вот квадратной нормы нету в доказательстве Вот у нас в общем случае он есть Так, ну ладно, итак, теперь давайте вот пример Зачем это все надо Да, ну, кстати говоря, собственные функции могут быть гораздо более сложные Это мы на отрезке все рассматривали А там на самом деле могут быть разные другие области Там двумерные, трехмерные На теореме стекло будет точно такая Система собственных функций будет разная Так, итак Давайте вот тут вот Задачу Турму-Лювиль одну вспомним Ладно, потом я напишу Значит, итак УПТ равно УПХХ Так, здесь будет плюс 2 синус Т Значит, У от 0Т Это будет у нас 0 УПХС от ПИ пополам это 0 так и это будет у нас вот что давайте будет синус 3х синус 3х так то есть вот такая задача то есть это задача в частном уровне и частных производных нужно найти вот эту функцию двух переменных зависящую но вообще говоря уравнение что это за уровень такое уравнение по проводности видели такой вот оно и есть как раз с внешними источниками вот значит x у нас от нуля до пипа по ванк в сравнении по проводности на отрезке это что такое здесь заодно здесь заодно условия при x равном нулю но с точки зрения физики означает что если у это температура то он в нуле у нас нулевая температура поддерживается на левом конце отрезка а на правом конце отрезка поток равен нулю у по x он по поток тепла пропорционально производный у по x вот поэтому соответственно здесь на левом конце заданной температуры но в нашем случае нулевая а на правом конце теплоизолированный правый конец то есть там потока тепла нету так но это что такое написано но это написано распределение температуры в начальный момент при терровом нулю. Распределение температуры в начальный момент. То есть вот в чем смысл этой задачи. То есть если у этой температуры на отрезке, то соответственно нужно найти зависимость температуры от времени, ну и от координата тоже, ну или как меняется распределение со временем. Вот если в начальный момент задано вот такое вот распределение, один конец поддерживается в примеровой температуре, второй теплоизолирован, ну и соответственно есть некий источник еще вот Здесь периодически по времени источник распределенный, там как-то подогревают этот самый стержень, подогревают каким-то образом. Так, ясно, да? Но это типичная задача следующего семестра, которую можно решить, она линейная, как видите, относительно функция, у линейная. Ее можно решить методом разделения переменных. Вот, и вся идея основана на том, что мы делаем следующие, следующим образом поступаем. Итак, сначала мы решаем некую вспомогательную задачу, что мы любили. В по х, х плюс линь-дв равно нулю. То есть берем оператор, который стоит вот здесь вот, который стоит здесь. То есть здесь может быть более сложное что-то стоит, например, оператор Лапласа может быть. Значит, там мы сюда поставим дельта В, оператор Лапласа. То есть оператор берем вот тот, который пространственный вот здесь вот, он есть. В данном случае это просто вторая производная. И решаем задачу штурмолювили с какими условиями. Естественно, вот с этими. То есть В в нуле будет ноль, а производная в точке пипополам будет тоже ноль. В от нуля – ноль. В от пипополам – ноль. Так, то есть вот такая задача штурмолювили. В штрих. Здесь у нас В по х. То есть оператор вот отсюда, граничные условия вот отсюда. Так, решаем задачу штурмолювили. Вот. А кто внимательно слушал то, что было сегодня, выписываем ответ. Потому что я знаю, что у нас уже была решена. За случай, когда L равно… Нужно взять ответ, за случай L равно пипополам. Там задача такая была у нас сегодня. Давайте, значит, давайте я напишу сюда Y, чтобы вас не смущать. Давайте вот здесь вот Y напишем. Вот вы сейчас видели букву V и подумали, что это что-то совсем новое. Вот. А мы такую задачу сегодня уже решали. Давайте Y поставлю, чтобы вам проще было. Нашли задачу-то эту, нет? Ну, на самом деле, в данном случае, ваша задача заключается в том, чтобы быстренько решить. Вот. Ну, быстренько решить давайте вот дома. А сейчас мы воспользуемся результатом, который у нас уже был. Какие там были у нас собственные функции-то? Что-то изначения мы уже получили там? Ленда N было PN делить на N в квадрате. В нашем случае L это пипополам. А, нет, не PN делить на N. Там было… Другой был. Нам было PN на 2L. 2N минус единица в квадрате. Вот такой ленда N была. Так, правильно? Так, соответственно, L это пипополам в нашем случае. Поэтому здесь у нас стоит просто единичка. То есть получается в нашем случае с учетом вот этого вот 2N минус единица в квадрате. Ну, соответственно, YN это есть, поскольку здесь стоит в 0 и 0, поэтому будет синус 2N минус единица Х. Ну, и норма YN в квадрате. Здесь можно ее легко посчитать. PN 4. Паламиндренный отрезок. N равно 1, 2, 3 и так далее. Так, значит, вот такой задач, что мы любили, помогать, но решили. А дальше идея заключается в следующем. Ну, тут иногда я саму процедуру отниму по-разному интерпретируют, но я ее следующим образом интерпретирую. Значит, так, будем искать решение в таком виде. Сумма некоторых функций, зависящих от T, которые нам пока неизвестны. Но вот эти YN от X. То есть, будем искать решение вот в таком виде. То есть, в виде разложения по собственным функциям вот той задачи, что мы любили. То есть, тем самым мы сразу удовлетворяем, между прочим, вот этим граничным условием, потому что все функции удовлетворяют этим граничным условием. Сразу удовлетворилось все. Вот T, N, и пока неизвестно. T, N, и пока неизвестно. Так, теперь дальше что мы сделаем? Дальше мы разложим все функции, которые сюда входят. Вот эту и вот эту. В ряд по вот этим собственным функциям, которые там получились. На основании теоремы Стеклова. Ну, естественно, эта функция удовлетворяет вот этим условием. В 0 и 0. В полам производная. Тут косинус тоже 0. Удовлетворяет. Эта функция удовлетворяет. Ну, тут множители. Эта константа по отношению к X. В 0 и 0. Производная. В точке пополам тоже 0. И эта функция, эта функция удовлетворяет теоремы Стеклова. Поэтому, соответственно, раскладываем. И давайте вот это напишем F от X. F от X. А вот это напишем F от X. F от X. Так, и так. Что такое F от X? F от X это есть сумма от единицы до бесконечности. Фи N синус 2N минус единица X. Вот это вот у нас YN от X. Так. Где F от X это что такое? F от X это есть. Единица на норму YN в квадрате. Интеграл от 0 до P пополам. Фи от X. Игрек N от X до X. Ну, в нашем конкретном случае это будет следующее. 4 делить на Пи. Потому что Пи на 4 квадрат норма у нас. Интеграл от 0 до P пополам. Синус 3х. Синус 2N минус единица X до X. Вот. Ну, а дальше. Интеграл от считаем. Чему равен интеграл? Значит, если у нас здесь N не двойка, то это 0. Можете проверить, что значит, если... Ну, поскольку известно, что синус там ортогональный. Можете проверить, что если вот здесь вот не двойка, N не двойка, то это будет 0, я интеграл равен. То есть это будет 0. Если N не равно 2. Можете проверить, что это так. Вот. Ну, а на самом деле можно, собственно, особо не проверить. Потому что это просто из теоремы следует. Свойства, собственно, значения задачи, что мы любим, собственных функций. Ну, и единица, если N равно 2. Почему единица? Потому что здесь это сайт синус 3х. Интеграл получается от квадрата этой функции. А интеграл от квадрата половинной длины отрезка. Ну, вот вам пин на 4 сокращается. Так, ясно, да? В принципе, можно было сразу этот интеграл не считая, сразу сказать, что будет так. Потому что вот этот вот набор собственных функций, которые мы получаем, эти собственные функции ортогональны. С весом ρ. Но у нас вес ρ единица, поэтому просто ортогональны. Это известные свойства последовательности этой, которые мы получаем. Они ортогональны с весом ρ. Но у нас ρ единица, поэтому просто ортогональны. Ну, а вот эта функция, которую мы раскладываем, она входит в этот набор, как видите. У нас набор, собственно, функций. Вот он. При n равном 2 получаем 2. Значит, соответственно, ясно, что при n равном 2 мы получим коэффициент 1, коэффициент разложения, а все остальные будут нули. Можно было интеграл не считать, на самом деле. Сразу было ясно, что это так. Так, но если здесь какая-то другая будет функция стоять, какая-то другая, естественно, удовлетворяющая вот этим условием, ну, интеграл придется просто конкретно посчитать, и здесь, возможно, будет более сложная конструкция, то есть в зависимости от n будет просто некий набор, полный набор коэффициентов от n-зависимых. Просто я специально вязал простой пример, чтобы дальнейшая процедура была более понятна. Так, все ясно, почему так получилось, да? Теперь вторую функцию раскладываем. f от x, t. Это равно сумма опять от и низ до бесконечности. f n от t будут зависеть, потому что там у нас еще t параметр появился. Синус 2n минус 1x, где f n от t, ну, это то же самое, 4 делить на π, интеграл от 0 до π пополам. Вот там вот 2 синус t, 2 синус t на синус x на синус 2n минус 1x, dx. Так, ну опять, поскольку ясно, что этот синус входит вот в этот набор, при n равном 1, то ясно, что все интегралы будут нули, кроме одного. То есть получает следующее. 0, если n не равно 1. Ну, а если n равно 1, то что получится? Здесь будет квадрат вот этого синуса стоять, здесь будет тоже синус x. квадрат синус даст квадрат нормы, уйдет вот этот, 2 синус t останется. Синус равна 1. Так, вот, значит, разложили, эти функции, коэффициенты посчитали. Вот. Ну а теперь делаем следующее. Все эти разложения подставляем в уравнение и в начальное условие. Граничным условием мы уже удовлетворили, вот потому что эти все функции удовлетворяют граничным условием, поэтому уже удовлетворили им. Получаем следующее комбинацию. Значит, сумма. Патэ дифференцируется только вот это. tn' на yn' от x. Я не буду писать синус. Значит, yn, это, напоминаю, что в нашем случае это синус 2n минус 1x. В нашем случае. Ну, вообще говоря, здесь могут быть другие собственные функции, в зависимости от того, какой оператор здесь, какие условия. Но всегда будет вот так. То есть мы всегда ищем решение в таком вот виде. Так, значит, будет слева. Справа что будет? По x дифференцируется только вот это. Поэтому будет сумма tn' от t на yn' от 2' от x. yn' от 2' от x. Так, давайте мы это уберем. Оставим только ответы. То есть фи n' это вот это, а fn' от t это вот это. Так. Дальше будет плюс, сумма, от 1 до бесконечности, fn' от t на yn' от x. Значит, f я тоже в виде разложения записал. Так, теперь вот это вот равно минус лямбда n' и yn' потому что мы эти y' нашли вот из этой задачи. То есть вторая производная выражает всю саму функцию. Так, поэтому здесь я немножко подисправлю. И вместо вот этого будет написано минус лямбда n' tn' от t на yn' от x. Вместо вот этого. Так, ну а теперь пользуемся тем, что собственные функции ортогональны с весом rho. Соответственно, они линейные независимы. Поэтому, чтобы равенство здесь выполнялось, ну и что было? Чтобы справа и слева коэффициенты при вот этих вот функциях были одинаковые. Коэффициенты при вот этих функциях были одинаковые. Поэтому получаем следующее уравнение для функции t. Приравнивая коэффициенты при вот этих функциях. tn' штрих равно минус лямбда n' tn' плюс fn' от t. То есть вот получилось уравнение для нахождения этих самых неизвестных функций tn' Что это уравнение такое? Уравнение первого порядка с постоянным коэффициентом неоднородное. Все умеют такое уравнение решать? Кто не умеет, за счет может не приходить. Вот. Вот это уравнение, конечно, все должны уметь решать. Закрытыми глазами, фактически. Так. Значит, итак, получили уравнение. Теперь нам нужно еще дополнительные условия. Дополнительные условия нам нужно. Здесь у нас получается сумма минус лямбда n' tn' от t на y от x. Так, дополнительные условия откуда возьмется? Вот отсюда. Соответственно, у при t равном нулю. У от 0 x. Что это такое? Ну, просто вот в этой формуле у нас еще я вот обведу в рамочку вот эту вот, потому что это ответ написан здесь. Здесь ответ написан на самом деле. только tn'а не хватает. Значит, вот, полагаем, t равно нулю. Что получаем? Сумма tn'а от нуля на yn'а от x. Я просто положил t равно нулю здесь. Равно. Равно вот этому фи от x. Фи от x. Ну, которые тоже разложены в ряд. Сумма фи n'а и yn'а от x. Ну, мы эти коэффициенты все посчитали. Нам просто повезло, что один коэффициент только отлично от нуля, а остальные все нули. Так. Ну, и опять же, приравниваем коэффициенты при вот этих вот функциях. Постойку равенства может быть только тогда, когда все коэффициенты совпадают ввиду или не независимости этих самых вот функций. Так. Ну, и получаем, соответственно, дополнительные условия для вот этого вот, для вот этого уравнения. Я тут все сотру. Сейчас сотру. Всем ясно, откуда сделалось, да? Стираю. И получаю вот такой вот дополнительные условия. ТН от нуля равно ФИН. Так. То есть, вот вам задача Каши для нахождения этой самой неизвестной функции ТН. Ну, точнее, неизвестных функций, потому что здесь все еще помечено индексом Н. Для каждого Н свое уравнение. Так. Ну, дальше, как повезет. Если у нас ФН от Т много, и ФИН тоже не одна, как там получилось, ну, значит, надо решать для каждого Н свое уравнение. Ясно, да? Вот. Но у нас в нашем случае получает следующий набор задач. Итак, при Н равном единице, что мы получаем? При Н равном единице у нас вот это не ноль, а это ноль. Видно? Значит, получаем такую задачу. Т первая стрих равно минус... Так, лямбда первая, это какая у нас будет лямбда первая? Лямбда первая, это у нас вот оно, ну, просто единица. Единица. Значит, получается, минус ТН, Т первая, минус Т первая, плюс два синуса Т. Ф первая, вот оно, Ф первая, два синуса Т. Так, теперь Т первая от нуля равно нулю, потому что Фи первая это ноль. Так, теперь вторая задача будет при Н равном двойке. Что мы получим? При Н равном двойке получим. Значит, и так, Т второе штрих равно минус лямбда вторая. Лямбда вторая, это будет что у нас такое? Здесь будет стоять четверка, 4 минус 1, 3 в квадрат 9. Значит, будет минус 9 Т второе. Здесь больше ничего нет, потому что Ф второе нулю равно. Вот Т второе от нуля равно единице. Единица. Так, ну и еще будет задача Н больше двух, но больше равна трем написано. Н больше равна трем. Там у нас все уже нули, там и Фи, и Ф нули, поэтому будет такая задача. Т н штрих равно минус лямбда н, которые, кстати, положительные, которые положительные. Т н от нуля равно нулю. Так, то есть, вот нам нужно решить три типа задач. Так, здесь какой ответ? Самый простой вот это. Какой ответ здесь? Ну, т н, что это такое? Чему равно т н-ное? С, е в степени минус лямбда н-ное т, правильно? Ну, изначальное условие с равно нулю. Отсюда вот, получается, что с равно нулю. Ну, и поэтому т н-ное, давайте напишем тоже ц н-ное, чтобы так. Вот. То, что тут мог быть разным условием. т н-ное, сождественные нули. То есть, ничего с номерами больше трех не будет вообще. Но больше двух. Так, теперь вот эта задача. Какой ответ здесь? Ну, т2 это с е в степени минус 9т. С е в степени минус 9т, правильно? Начальное условие что он дает? c равно единице. Поэтому т2 от t это просто е в степени минус 9т. Так, ну и самое сложное осталось вот это. Самое сложное осталось вот это. ну и что будет при n равном единице, что получим? Так, ну, общее решение будет выглядеть следующим образом. y равно, не y, это самое, извините, т1. т1 равно c е в степени минус t, правильно? Плюс что еще? Плюс t первое частное решение. В каком виде частное решение ищем? a sin t плюс b sin плюс b косинус t. Быстренько находите его. Частное решение ищет в виде a sin t плюс b косинус t. Это вот сегодня все это будет на тесте по дифференциальным равнением как раз. А также задачи, что мы любили в разделе интегральное уравнение. Ну, там еще всякие собственные значения, собственные функции, там все остальное просто. Вот. Не забывайте только, что если вопрос будет про собственные значения оператора Фрид Гольма, то если у него ядро вырожденное, то обязательно есть нулевое значение бесконечной кратности. Характеристические числа конечное число, собственных значений отличных на нуля тоже конечное число. Но обязательно есть нулевое собозначение бесконечной кратности обязательно. Ясно? До бесконечного ранга. Имейте в виду вот это. Так, ну ладно. Это отцепление, которое не имеет отношения к дифференциальным уравнениям. Так, так что там с частным решением получилось? Синус 3 минус. А? Синус 3 минус. Плюс синус t минус косинус t. Так, да? У кого еще такое получилось? Ну да, у меня так же написано. Так, кто еще посчитал? Сейчас на решение в виде а синус t плюс б косинус t подставляем. Получилось такое? Или нет? Да. У кого получилось? У вас так еще третьего, давайте подождем. Так, трое есть, остальные дома досчитаете. Так, и так, значит, вот получилось вот это. Теперь условие у нас какое? t1 от нуля равно чему? Нулю. Соответственно, c получается равно единице. Значит, если мы положим здесь ноль, это пропало, здесь единица, здесь единица. Значит, отсюда получается, что c равно единице. Поэтому t1 от t t1 от t это вот что такое. Это будет e в степени минус t плюс синус t минус косинус t. То есть, вот t1. Так, ну, собственно говоря, все мы нашли. Ну, и теперь можно ответ написать. Вот он ответ на самом деле. Вот он ответ. Только теперь нужно сюда подставить то, что мы получили. Так, это я сотру. Ну, и, соответственно, здесь останется только два слагаемых. Итак, если n равно единице, то что у нас будет? Значит, нужно брать t1 умножать на y1. Значит, это будет e в степени минус t плюс синус t минус косинус t умножить на синус x на y1. Так. И плюс еще брать t2. t2, где оно у нас было? Вот оно. Было t2. e в степени минус 9t умножать на y2. y2 это синус 3x. Так, то есть вот ответ. Уже в виде конкретной формулы. Ну, кто не верит, может продифференцировать, подставить вон туда. То, что граничные условия удовлетворяются, это ясно совершенно. Вот из этих из-за того, что здесь вот эти множители стоят синусуидальные. Начальные условия тоже. Значит, если мы полагаем t равно нулю, что у нас? Вот это пропадет. Здесь единица, вот синус 3x, пожалуйста. Ну, кто не верит, может продифференцировать. Один раз по t, два раза по x, подставить в уравнение, проверить, что все удовлетворяется. Так, вот, значит, короче, здесь на самом деле изложена идея метода разделения переменных, который в следующем семестре будет активно применяться. Он может применяться для уравнения теплопроводности, колебаний. Здесь может быть по t2, значит, на t, соответственно, еще одно условие здесь возникнет. Будет немножко более громоздкая ситуация. У вас для t будет уравнение второго порядка, но, соответственно, два условия будут вот здесь вот возникать на функцию на производную. Условие на производную еще будет здесь вот должно быть добавлено. Вот здесь может быть более сложная ситуация. Вместо оператора u, p, x, x, может быть, дельта u, если задача многомерная, двумерная, там трехмерная, там в шаре, в круге и так далее. Соответственно, что поменяется в этой ситуации? Вот здесь вот будет другая задача штурмалювили. Соответственно, вместо y, p, x, x, будет дельта y написано. Ну, там тоже свой набор собственных функций есть, который там может быть довольно причудливым. Там не только синусы и косинусы, но там всякие специальные функции, типа там функции бесили могут участвовать. Вот. Но обязательно вот, что бы вы ни делали, у вас задача штурмалювили одна обязательно отцепится, а то и две, а то и три на отрезке. В зависимости от ситуации. Вот. Ну, дальше могут быть разные ответвления, в зависимости от того, в какой области вы делаете. Так. Ясно, зачем это надо, да? Сколько там времени осталось у нас? Пять минут. Пять минут. Так. Тогда, значит, на сегодня тогда совершаем. Итак, задание понятно. Задача, что мы влюбили, вы должны в полном объеме освоить как минимум четыре случая условий первого, второго рода и смешанных, и периодическую задачу. Так. Вот. А в следующий раз тогда у нас что будет? В следующий раз у нас будет вот что. Проустойчивость там кое-что мы посмотрим. Почитайте, что такое устойчивость решения дифференциальных уравнений и фазовая плоскость и так далее. Вот это вот. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok